Продолжение следует... 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 Прошу приобщить в материалы дела соответствующие письма о том, что проводится проверка в отношении тех свидетелей, которые были заявлены. Это два письма у меня из отдела полиции номер один и следственного комитета. Я передам их вам в оригинале. Прошу приобщить. Вы понимаете, что в дело будет допущено оригинал и копия, то есть у вас копия осталась? Безвозвратно. Да, я себе сейчас просто фотографирую, да и все. Вы сюда приглашены в качестве свидетеля по делу административного правонарушения. У нас рассматривается дело административного правонарушения в отношении Спицына Санислава Сергеевича о правонарушении, присмотренной частью 2 статьи 12.26 Кодекса Рассекретрации административного правонарушения. Скажите, вам понятно, с чем вас вызвали? Нет. Непонятно. Скажите, пожалуйста, Спицын Санислав Сергеевич вам знаком? Ну да. При каких обстоятельствах познакомились? Нас вызвали на вызов, нам давали документы его. А кем вы работаете? В фершерской помощи. То есть вы приехали по вызову, да? По вызову, да. В каких-то дружественных, родственных и отношениях состоите? Нет. В каких-то не состоите? Есть ли у вас причина оговаривать Спицына Санислава Сергеевича? Нет. Испытываете ли к Спицыну Саниславу Сергеевичу неприязненные отношения? Нет. Не испытываете. Скажите, готовы давать показания? Да. Готовы. У нас в зале судьи присутствует, поверните, пожалуйста, сам Спицын. Далее напротив вас находится представитель. Вот стоит представитель Спицына. Вы были вызваны по их ходатайству. Пожалуйста, тогда представитель может оставить вопросы. Дарья Александровна, это вот мы с вами по телефону разговаривали. Скажите, пожалуйста, вот вы когда приехали, в каком состоянии был мой доверитель? Он был в наручниках, без наручниках? Точно не помню. Вроде как в наручниках. Что вы делали? Я к нему подошла, он сначала дисфеагировал. Я его прислала. Потом я взяла нашатырьный спирт, селфейк, и около носа провела. Он открыл глаза. С какой целью вы нашатырем? Чтобы привести в чувство или как? Да, в чувство. Но вдруг он без сознания, легко, чтобы в каком состоянии пациент. Какая беседа, может быть, у него с вами была, у вас с ним? Что-то говорил он вам, либо вы ему? Я спрашиваю, мы вызвали скорую, и мы знали, что скорая помешит. Потому что, когда мой коллега поначнулся, получается, зачем вы... Я не помню, что он точно сказал, но пробовал бы наш спирт, что-то. Потом моя коллега немножко потрясла, чтобы он встал. Но я просто встал и встал себя агрессивно вести. Можно вас прервать? Я вам не разъяснила ваши права. Давайте суд вернется к этому. Суд может это сделать, поскольку мы сразу начали вас допрашивать. И тогда, с вашего позволения, я вам разъясню ваши специальные права 25.2. Так, вы вправе не слились про себя самого супруга других близких родственников. Вы показали на одном языке языки, которым владеете. Пользуясь бесплатной помощью переводчика. Дело замечает по поводу правильности занесения ваших показаний в протокол судебного заседания. Права понятны? Да. Так, переводчик не нужен? Нет. Ходатства не имеете? Нет. Я вас предупреждаю по ответственности в статье 17.9 кодекса о отдаче заведомо ложных показаний по данному делу. Понятно, да? Да. Будьте добры, заполните этот договор. Представитель, будьте повторно данный вопрос? Да. Давайте, хорошо. Мы приехали на вызов, начали лежать на скамейке, на наручниках. А наручники были впереди, сзади? Сзади. Наручники сзади были. Я к нему дошла, он среагировал, на обращу на речь тоже не реагировал. Я делала штырный спирт с салфеткой. Провела около носа, начнула салфеткой глаза, сказала, зачем вы на штырный спирт не дали. Ну, точно не могу сказать, что это точно такие же слова были. И моя коллега потрясала, что он встал, что мы его осмотрели. Он стал себя агрессивно вести. В чем конкретно заключалась его агрессия? Он резко вскочил и не сразу застряда с моей коллегой взрывал просто. Когда моя коллега начала его вести, он резко встал. Ну, на скамейке не встал, на скамейке присел. Что он при этом говорил, если говорил? Ну, не помню. Это было дамы, я не помню. Но когда я с ним разговаривал, он на моей коллеге не реагировал. Не реагировал. Только на коллегу я снимал. В этот момент сотрудники полиции какую-то процедуру проводили административную, может, протокол составляли. Что они в этот момент делали, пока вы там находились? Они были рядом с нами. Что-нибудь делали или просто присутствовали? Присутствовали с нами. То есть никаких протоколов не составляли? Протокол был в конце года. Я не знаю, какой протокол. Они давали протокол подписателю в конце. Там уже вышли с, я не знаю, как называется, с конец, где мы были. Мы вышли с коллегой. Они просили подписать, куда протокол получается. И когда он сказал, что он не слышит, меня просили в конце обраку. А можете вспомнить, что в этом протоколе или в том документе, который вас попросили подписать, было написано? Протоколы? Ну, в том документе, я не знаю, как что вы там подписывали. А, который был в конце, я не помню. Я не помню, что поведение просили вы и что он отказывается в помощи. Ну, это вы писали или это вас сотрудники написали? Сотрудники писали. Сотрудники. И попросили вас подписать? Ну, мы прочитали, мы подписали. Ага. Они конкретно просили, что они хотят подписать, и вы там, допустим, поясняли, что вот это подписывать мы будем, либо не будем. Ну да, спрашивали, да, я сказала, что это мы не будем писать. А что именно это? Например, про алкогольную токсикацию, то ли не уточнить. Вы пока там находились, вы чувствовали запахи алкоголя? Запахи я не чувствовала. Из-за этого мы не стали где-то указывать. То есть и ваш коллега по таким же причинам тоже самое отказался? Да. Потому что мы можем видеть, что он был полный пилинг. То есть запах алкоголя вы не чувствовали? Я не чувствовала запах. Ну, в принципе, все, спасибо. У меня есть суда вопросы. Спросите, пожалуйста, все-таки причину вашего вызова к спицу, можете назвать? Повод к вызову был, плохо выпил в РВД. Но это приняло за диспетчер. Да. То есть диспетчер принял такой вопрос? Да, он так принял диспетчер. Не знаю, как звучало еще. Поясните, пожалуйста, по прибытии, в каком состоянии находился спицын, в сознании, без сознания? Я не могу сказать, он лежал с закрытыми глазами. Он лежал с закрытыми глазами. Из-за этого была проведена 6-й диспетчер. Вы, либо ваш коллега, предлагали ему оказать медицинскую помощь? Да, предлагали. На это предложение спица что-то, что-либо вам ответил? Я не помню, не отвечал ничего. Помните, что не отвечал? Я не помню, да. Не помните? Да, я не помню вообще вызов, что я. Только отдельный момент. Не помните. Не помню. Ну, слово «да» он мне говорил, это точно, чтобы я могла высмотреть. Когда вы ему предлагали оказать медицинскую помощь, он находился в сознании? Да, в сознании был. На вас реагировал? Да. Скажите, пожалуйста, какие у вас условия оказания медицинской помощи в обязательном порядке? То есть, если вас вызывают… Смотряешь, какой повод. Осмотр. Если зачем, там, глюкометрия, ЭКГ, пульсексиметрия, полный осмотр. Какие-либо из этих мероприятий не проводилось? Не проводилось. Не проводилось ничего. То есть, правильно ли суд понимает, что вы получили отказ Пицына от медицинской помощи? Да, потому что он не ответил мне, что он согласен на осмотр. Я не могу повредить человека, который не согласен на осмотр. Я сама требовала. То есть, правильно ли суд понимает, что вы в обязательном порядке должны удостовериться у лица, которым оказываете помощь, что он согласен, либо не согласен. Понятно. Есть вопросы? Правильно я понимаю, что письменного согласия, либо отказа он не давал? Нет. Я не могу подходить человеку, если он не согласен. Нет, я сейчас неправильно говорю. Я говорю про то, что выражал он как-то свою волю, что хочет он, либо не хочет. То есть, обычно как, берется письменное согласие на осмотр, либо отказ. То есть, это в любом случае письменно оформляется. Письменно это не оформлялось. То есть, вы приехали, но письменное согласие, ни отказ не оформлялся. А устно он, может быть, говорил, что я отказываюсь. Либо наоборот. Я не помню. Не помню. У нас таких пациентов получили, не помню. Судитель, поясните, пожалуйста, по-настоящему вопросы суда. Вы, получив, то есть, не оказав помощи, вы помощи не оказали. Кипер-моприятие не проводили. Вы как долго находились в здании отдела? Минут 20 точно. Минут 20. То есть, после того, как вы предложили, вы находились, какие-то документы заполняли, да? Ну, это не писали протокол. Протокол вы присутствовали при присутствовании протокола. Это в смесье с вызовом мы 20 минут находились. Да, с вызовом. В своих документах медицинских вы как отметили, какую информацию отметили относительно этого вызова? Что? Что пациент отказался. Отказался, да. Внешне состояние без каких-либо процедур вы не можете оценить? Нет, не оцениваю. То есть, не оцениваете, да? Если он был без сознания, мы бы осмотрели, конечно, да. Сегодня среагировал на шатерный спирт. Скажите, пожалуйста, на шатерный спирт вы оставляли сотрудников для того, чтобы привести в чувство? Нет, не оставляли. Не оставляли. По прибытии на вызов вы применяли на шатерный спирт с пиццом? Да, салфеку шатерный спирт у нас. Подносили, да? Какая реакция была, вы помните? Я открыла глаза. Что-то пояснила? Я не помню дословно, но сказала, что зачем вы мне отдаете на шатерный спирт. Это не дословно, конечно. Примерно, вы помните, что такое было? Примерно, да, что он так сказал. Хорошо, спасибо. Можно еще один вопрос? Да, слушаю. А скажите, пожалуйста, вот, может быть, внешне какие-то признаки были, травмы, там, на лице, может, там, какие-то шишки, кровь, там. Явных я не помню. Не помните? Это прям таких явных-явных, если бы явных был, мы бы все равно было, хотя бы дали салфетку нам потереть. Не помните прям. Прям, ну, правильно, не помню, там было, там, в апреле. Понятно. Если что-то было бы, там человек был окровален, лицо у него было. Давайте мы сейчас еще раз повторно вас уточним. То есть, правильно ли суд понимает, что вы, прибыв на место вызова, убедились, что человек не нуждается в медицинской помощи, и вы покинули здание. То есть, вы эту помощь не оказывали, так как посчитали, что он отказался, да? Да. То есть, и пришли вы к этому выводу на основании того, что вы предлагали, но ответа не получили. Да. Все, я поняла, поняла вас. Хорошо. Есть ли еще какие-то вопросы к свидетелю? Нет. Так. Полагается, сможем допустить свидетеля? Да. Свидетель, пожалуйста, вы свободны. Свидетель, пожалуйста, вы свободны. Свидетель, пожалуйста, вы свободны. Давай посмотрим, надо по моду. Нет, не надо, но напиши не нужно. Напиши, как. Дорога, попробуй. Ребята, пожалуйста, ничего плохого не делать с вами. Надо посмотреть у вас. Не болит ничего, до свидания. Что с тебя это было? Давай, садись. 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 Садись, я говорю. Ну, не такой же ты пьяный, дорогой. Не надо коситься. Давай, садись. Садись. Какогоишься? Ну, тогда м whoa Bieniusius, entertains. Я говорю, поворачиваяся, а ничего плохого не сделала. Ну, четыре вызвалиweed. Помощь? Как творят? Мы должны вас удивили. Что вы что-то человек исполагает? Не надо раздеться, надо посмотреть. Что еще сделать? скорую вызвали еще что сделать нужна медицинская нужно уеду сейчас Станислав, расписываться будете? Управление у вас страны расписываться будете? Станислав, встаньте, я наручники с вас снялю, встаньте, ведите себя по-человечески, встаньте, нормально. Станислав, слышите? Будете расписываться, нет? В общем, я сообщаю вам, вы отстранены от управления автомобилем своим Ford, отказались пройти медицинское свидетельство, не проследовать больницу МОН для прохождения медицинского свидетельства. Поняли, да? Станислав, слышите меня, нет? Понимаете, понимаете. Станислав, понимаете меня? Станислав, ты что сегодня? Скорая нужна, нет? Станислав, скорая нужна? Станислав, послышите меня? Скорая нужна? Все? Нормально, что ли? МОН поедете, а свидетельство не проходить, нет? Станислав, МОН поедете, а свидетельство не проходить? Медицинское свидетельство не МОН поедете, проходите? Медицинское свидетельство на тропе Не слышу Володь, Володь Володь Боится Не слышите? А что с учениками? Посмотрите, что он в окне жалуется Мужчина, вы меня слышите? Не слышу вас Не слышите вообще? А? Мне сейчас вас опратить надо Что он в дурочку валяет Все Сейчас я вас опрошу быстренько Ну, что здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok